Диплёрнинг, товарищи, мы с вами два семестра подряд, убитых два семестра, мы занимались вероятностным выводом, мы применяли теорему Байса, мы умножали априорные распределения на правдоподобие и получали апостериорные распределения, мы интегрировали апостериорные распределения, точнее брали ожидания по апостериорным распределениям и получали предсказательные распределения, Мы строили графические вероятностные модели, мы делали вывод на них, точный, когда можно, и приближенный, когда нельзя. И все это было долго и мучительно, а сейчас мы это все забудем и будем строить сеточки. Конечно, не совсем так, но я вам поясню, где и как тут чего будет возникать. Значит, опять же, сегодня 1 сентября, и у нас, конечно, вводная лекция сегодня, но тем не менее, может быть, до чего-нибудь содержательного мы дойдем. Во-первых, откуда хайп? Про что вообще разговор? Вот где-то лет 10 назад в машинном обучении произошла революция. И до этого времени долгое время считалось, я вам расскажу, почему. Считалось, что нейронные сети – это как бы такой метод, который теоретически работает, а практически нет. Считалось, что, да, формально говоря, нейронной сетью можно сделать все, что угодно, и мы, конечно, поговорим о том, почему и что это значит, но в реальности ничего особо не получалось для большинства задач. Были там очень выделенные классы задач, где нейронные сети работали. И они работали, скорее, вопреки и благодаря каким-то дополнительным соображениям. А вот 10 лет назад люди научились обучать сложные и глубокие нейронные сети. Этот процесс называется deep learning, глубокое обучение, или, как поправил бы меня Дмитрий Петрович Ветров, глубинное обучение, но я предпочитаю обучение глубокое, нежели глубинное. И, да, на всякий случай я говорю это термо, чтобы вы понимали, что это одно и то же. В половине русских источников вы увидите глубинное обучение. И, значит, с тех пор произошла действительно революция. То есть нейронные сети, начиная с 7-6-7 года 2000, стали подминать под себя все больше и больше областей искусственного интеллекта и машинного обучения. Обработка изображений, там, начиная с где-то 10-го, 11-го года, современные глубокие нейросети просто оставили позади все классические методы обработки изображений, всех побили. И сейчас немыслимо, как можно делать обработку изображений не нейронными сетями. И, ну, в каких-то задачах уже распознавание картиночек достигает человеческого уровня. Вот я на первой паре все говорил про распознавание лиц. Вот говорят, что Фейсбук умеет распознавать лица лучше нас с вами. Вот он большой, ему видней. Но это пока, конечно, не совсем правда. И это такое спорное утверждение. Но совершенно бесспорно, что в последние 10 лет произошел большой прорыв в компьютерном зрении, которым мы целиком обязаны нейронным сетям. В том числе в реальном времени там всякие самодвижущиеся машины, самобеглые коляски, всякие там роботы, которые перекладывают вещи с одного на другое, играют в настольный теннис, там еще что-то делают. Вот это все тоже было полностью революционизировано глубокими нейронными сетями. И, значит, вы видите, ну я не озвучиваю, но вот тут внизу как бы название таких каких-то знаковых статей из разных областей. Ну знаковых статей много, я просто по одной выбрал. И они все вот так называются Deep Face, Deep Tesla, Deep Speech. Распознавание речи на самом деле было первым мощным индустриальным применением вот этой революции глубокого обучения. То есть после того, как революция случилась, уже где-то в десятом году распознавание речи перешло на глубокие нейронные сети. То есть вот именно глубокие нейронные сети сделали возможными всяких там Siri, Cortana. То есть до этого распознавание речи не работало достаточно хорошо, чтобы это имело смысл. А потом внезапно стало иметь смысл. Обработка естественного языка. Тут вот как раз это та область, в которой не до конца произошла революция. Еще не все делают нейронными сетями и там, где делают, не факт, что они прямо лучше наилучших подходов, которые были раньше. То есть в обработке естественных языков есть такая особенность, что это достаточно дискретный объект все-таки, язык. И вот наше знание о языке, ну там, не знаю, то, что знают лингвисты о структуре языка, например, это гораздо более точные и практически применимые вещи, чем, например, что мы знаем о структуре человеческих лиц на фотографиях. То есть если мы хотим обучить многообразие человеческих лиц по фотографиям, то нам как бы никакой художник и фотограф нам ничего полезного не сообщит на эту тему. Нам нужно взять миллиард лиц и обучить. И вот для сети глубокие нейросети будут справляться прекрасно. А про язык лингвисты могут сказать что-то полезное, что-то такое, что обучить с нуля будет трудно. И как бы в этом есть некая разница, поэтому тут еще не все, не все еще полностью подчинено глубоким нейросетям, но уже большая часть. То есть в какой-то момент Google Translate перешел на вот этот Google Neural Machine Translation. Ну и про эти архитектуры пока эта картинка не должна быть понятной, мы сделаем ее понятной по мере нашего курса. И действительно качество перевода Google Translate резко выросло в какой-то момент, года два назад это произошло. Я вот это просто заметил, произошел такой прям фазовый переход. То есть два года назад, если я там брал текст по-русски, вставлял его в Google Translate и получал английский текст, то править его приходилось настолько много, что проще было написать с нуля. То есть Google Translate был бесполезен. Ну, он был полезен типа для того, чтобы там на совсем незнакомом языке понять, что написано. Типа вот, не знаю, сайт на японском перевести – это да, конечно. А это самое… Вот для нормального перевода это было совершенно ни к чему. А вот года два или полтора назад произошел фазовый переход. Теперь вот лично мне проще править перевод Google Translate, чем писать с нуля. Быстрее получается. Так что я начал им пользоваться. Вот. И много других достижений. Обязательно вам расскажу про альфа-го. Это величайшее, конечно, достижение человеческой мысли, которое потом превратилось в альфа-зеру, еще более восхитительное достижение человеческой мысли. Но до этого мы еще не скоро дойдем. До альфа-го – это уже такая продвинутая тема. И как бы пока вот то, что я вам сейчас показываю, знаете, вот я понял, что мне это напоминает. Вы читали «Surely you are joking Mr. Feynman» мемуары Фейнмана. Там был такой эпизод, когда он типа ругал какой-то учебник физики школьной, то ли бразильский, то ли наоборот, американский, уж не помню. Там в учебнике физики было, значит, несколько картинок вначале, типа там какая-то пружинка, там велосипед, там еще чего-то, шарик скатывается. Вот. И под каждой картинкой один и тот же вопрос – what makes it go? И он, значит, ожидал, что там будет какое-то объяснение, что-то интересное. Потом он переворачивает страницу, там везде написано «Energy makes it go». Вот. И вот он очень сильно ругался на это. Но вот, да, мой рассказ пока напоминает этот эпизод из книжки Feynman. Что же это за такие глубокие нейронные сети, что они make go? Миллион разных приложений везде работают, и неужели можно уже забыть про машинное обучение? И есть какой-то волшебный, значит, волшебный черный ящик, в который суешь задачу, и она там сама как-то решается глубокими нейронными сетями. Пока нет. Но мы к этому движемся. Вот. И, значит, план наш на сегодня, ну, как я уже говорил, лекция водная. Поэтому я начну с какой-то мотивации, расскажу, откуда пошли там нейронные сети. Они пошли, как ни странно, из естественных нейронных сетей. Я сначала немножко поговорю о мозге, и чем он такой интересен нам, как специалистам по искусственному интеллекту, чему мы можем научиться у интеллекта естественного. Вот. А в целом у нас план такой, я расскажу вам план курса, я расскажу вам про то, что такое вообще искусственные нейронные сети. Мы научимся их обучать. Это займет у нас там пару слайдов на самом деле. Вот. Мы поймем, как обучить любую нейронную сеть. Дальше пройдут уже как бы детали. То есть мы дальше будем изучать разные архитектуры нейронных сетей, разные трюки, которые позволяют обучать их быстрее. И, собственно, наша цель вот как бы в первой части курса изучить то, что позволило сделать вот эту революцию. То есть изучить то, что перевело нейронные сети. И состояние не работает, состояние работает. Потому что, как мы с вами узнаем буквально сегодня или в следующий раз, нейронные сети были всегда. То есть как бы это самый старый инструмент искусственного интеллекта. Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы построить там большую нейронную сеть. Нужно быть семипядей во лбу, чтобы ее обучить. И вот как бы за счет каких трюков это делается, это будет первая часть нашего курса. Такая общая. А потом мы будем говорить уже конкретно. Мы будем говорить про всякие конкретные архитектуры нейронных сетей, про сверточные сети, про рекуррентные сети, про, скажем, поговорим про порождающие модели. Вот тут нам пригодится все-таки, наверное, то, чем мы занимались раньше. Теория вероятности пригодится. Но мы быстро свернем с этой теорией вероятности сложной. Поговорим про ганы, про эти самые генеративные, как-то порождающие, соперничающие сети, если по-русски. И я надеюсь, посмотрим, хватит ли у нас времени. Да, поговорим про обучение с подкреплением. Я сегодня, кстати, вам рассказывал, что это такое. По-моему, мы о нем не говорили. Правда? В предыдущем курсе. Тогда я посвящу одну-две лекции просто обучению с подкреплением и приведу к глубокому обучению с подкреплением. То есть куда-то в нейросеть вставлять. И расскажу про Альфаго как раз одно, потому что это чистое обучение с подкреплением. И потом, если будут силы и время, то поговорим уже про нейронные сети по-байсовски. Поговорим уже по-нашему, по-мужски, по-байсовски. Но до этого еще долгий путь. И для этого долгого пути, как вот вы спрашивали, не требуется глубокого владения первыми двумя семестрами нашего курса. В данный момент уже первый семестр появился. Мало. Но неплохо, да. Неплохо. Хорошо. Тем не менее, это слайд про то, чем мы занимались первые два семестра. Первые два семестра мы изучали разные задачи машинного обучения. Там было много разных задач. Были с учителем, были без учителя. И мы их решали по теореме байса. Мы умножали априорное распределение на правдоподобие, получали априорное распределение, потом, например, его максимизировали. Или мы брали ожидание нужной величины по этому априорному распределению, получали предсказательное распределение, а потом его максимизировали. В общем, как бы с точки зрения… Вот если забыть теперь про теорию вероятности и абстрагироваться от всего того, что мы делали, в каком-то смысле все машинное обучение – это раздел теории оптимизации. У нас есть какая-то сложная-сложная функция, данная в ощущениях разными способами. И мы хотим найти ее максимум или минимум. Мы, например, хотим минимизировать функцию ошибки, мы хотим максимизировать правдоподобие, мы хотим максимизировать апостериорную вероятность. Ну, короче, как правило, параметрические методы машинного обучения сводятся к какой-нибудь задачи оптимизации. Это ключевой вывод, который еще стоит запомнить. И как это делать? Ну, мы изучали много разных методов, как это делать в конкретных случаях. А в общем виде, как оптимизировать непонятно какую функцию? Есть хоть какой-нибудь метод? Да, там написано. На самом деле для того, чтобы оптимизировать совсем непонятно какую функцию, ничего кроме градиентного спуска люди не придумали. То есть на самом деле люди придумали много разных вариантов градиентного спуска, мы про них будем говорить обязательно, но по сути, по сути, если функция не выпуклая, если мы не знаем, не имеем никакой дополнительной информации, а просто умеем там ее считать, например, то ничего сильно лучше градиентного спуска мы не сделаем. Вот градиентного спуска. Или было бы еще лучше, конечно, метод второго порядка, например, это тоже как бы градиентный спуск, такой уже продвинутый метод Ньютона. И в общем ничего больше особо у людей нет. Это тоже давайте запомним. И теперь перейдем к первой части, к тому, при чем здесь голова, мозг, нейронная сеть, вообще нейронная сеть. О чем вообще разговор? О мозге. О мозге разговор. О том, что вот здесь. У меня нет, вот у вас есть. Значит, смотрите. В чем как бы идея искусственных нейронных сетей? Идея искусственных нейронных сетей, она поражает своей оригинальностью. Вот у нас есть компьютеры. Компьютеры умеют быстро-быстро считать. И мы хорошо понимаем, как сделать обратный тест Юринга. Надо попросить человека возвестись какое-нибудь число в какую-нибудь степень, у него не получится. Это компьютеры лучше делают. Но при этом есть дофига задач, в которых компьютеру очень трудно сравниться с человеком. Ну то есть, что значит трудно? Это значит, что нам, людям, трудно написать программу такую, чтобы компьютер достиг человеческого уровня, так сказать, перформанса. Вот. И это вот все те задачи, которые представляют собой суть искусственного интеллекта. Понимание естественного языка, задачи компьютерного зрения, то есть, там, распознавание изображения и ориентации в пространстве, собственно, задачи обучения и так далее и тому подобное. Вот почему так и с какой стати, значит, как устроено то, что у нас вот здесь и почему оно умеет решать такие сложные задачи. Понятия не имею, почему оно умеет решать такие сложные задачи, но кое-что люди все-таки знают о том, что у нас здесь. Ну я думаю, что вы знаете, что такое нейрончик. Слышали? Вот у вас в голове есть нейрончик, значит, есть мозг, извините, в первую очередь, и мозг состоит из нейрончиков. И на самом деле самое вот первое и очень интересное наблюдение заключается в том, что все нейрончики одинаковые. То есть, нет никаких там зрительных нейрончиков, слуховых нейрончиков, ничего такого нет. Есть зрительная кора мозга, есть там специальное место, в котором нейрончики обычно отвечают за зрение. Но это те же самые нейрончики. То есть, все клетки, они, в общем, одинаковые. И устроены они так. У них есть, ну есть как бы ядро клетки, и у нее есть несколько отростков. Есть много маленьких отростков, коротких, которые называются дендритами, и один длинный большой отросток, который называется аксон. Вот, аксон всегда один, и он может быть действительно очень длинный. То есть, типа, самый длинный, ну, короче, вот я так скажу, у нас у каждого в спинном мозге есть нейрончик, аксон которого идет там до кончиков пальцев. И рук, и ног. Ну, это разные нейрончики, естественно. Вот. То есть, типа, аксон может длиной там быть метр, грубо говоря. Но он один в любом случае, это вот такой главный отросток, а дендриты – это маленькие отростки. И чтобы сразу двигаться к моделированию, вот дендриты – это те отростки, через которые нейрончик получает вход, входы, а аксон – это его выход. То есть, нейрончик умеет получать сигналы по дендритам, которые цепляются к аксонам других нейрончиков, и в какой-то момент передавать возбуждение, это называется спайк, передавать электрический сигнал по своему аксону. И когда, значит, этот спайк, этот вот импульс идет по аксону, он электрический, он, в общем, мгновенно идет, вот, но дальше через так называемые синапсы – это вот то место, где дендрит связан с аксоном, сама связь называется синапсом, через синапсы этот импульс передается в дендриты других нейронов. И там, на самом деле, происходит какой-то сложный процесс достаточно, который нас совершенно не интересует, но я просто, как бы, хочу сказать так для общего образования, что неверно думать, что нейроны образуют электрическую сеть. Это не так. То есть, там действительно идет электрический импульс, но вот возбуждение от нейрона к нейрону передается не как проводники передают электрический сигнал, а за счет нейромедиаторов, за счет того, что какие-то вещества ионизируются, переходят туда-сюда, обратно. Ну, то есть, там сложный химический процесс, короче говоря. Да, но смысл в том, что нейрончик подает сигнал через аксон, он доходит до дендрита, он передается в дендриты нейрончиков, которые прицеплены к этому аксону, и так происходит передача сигналов в нашем с вами мозге. К чему аксону может быть несколько аксонов? Да хрена, да хрена. То есть, если говорить про числа на этом слайде, смотрите, во-первых, нейрончиков самих до хрена. То есть, нейрончиков у нас в мозге 100 миллиардов, порядка 100 миллиардов. И у каждого из них, если все соединения посчитать, у них там несколько тысяч синапсов. То есть, в среднем, опять же. То есть, типа, сколько это, квинтиллион синапсов в нашем мозге, да? По крайней мере, сотни квадриллионов точно. У особо умных лосоэпидоквантилиона синапсов. Связи, входящих, исходящих, не всех. Ну, в смысле, связь, она... Входящих, в каком смысле? Ну, входящих, да. Ну, как бы это... Столько интерфейсов между разными нейронами. Но интерфейс, он односторонний, да. То есть, вот дендрит цепляется к аксону и начинает получать сигнал. Вот. То есть, от одного дендрита пользуется? Может ли один дендрит к нескольким аксонам? Не помню. Может быть и может. Ну, просто иначе как в среднем больше одного... Один аксон может? А вот к одному аксону точно-точно дофига дендритов. Но, да. Но вот может ли один дендрит к нескольким аксонам цепляться? Я не помню. Может, может, нет. Не помню, честно. Ну, по-моему, они ветвятся. То есть, типа, там дендрит, потом у него еще там... С точки зрения телеграфов это не важно, да? Да, с точки зрения телеграфов это совершенно не важно. Разные. Вот. И смотрите, но эти как бы... Вот первые... Давайте вот я буду отмечать такие удивительные факты о мозге. Первый удивительный факт в том, что нейрончики все одинаковые и очень простые. То есть, на самом деле, да, вы правильно говорите, не говорите, а правильно демонстрируете. Да, простота, конечно, кажущаяся, но на самом деле активацию нейрона в зависимости от того, что к нему приходит, можно промоделировать довольно точно, довольно просто. То есть, там буквально линейная функция активации везде, кроме самого начального отрезка. Он должен, грубо говоря, суммарный потенциал превысить какой-то порог, а потом вдруг все дальше линейно. То есть, нейрон имеет довольно простую математическую модель. И вот эти спайки, которые идут от нейрончика, они идут стахастически, мы к этому еще вернемся. То есть, они идут через случайные интервалы, но вот эти импульсы, они тоже почти идеально моделируются самым простым павасоновским процессом. То есть, грубо говоря, у нейрона есть… Нейрон никогда не молчит, он всегда дает импульсы, но просто когда он не активирован, не возбужден, у него там маленькая интенсивность, редко идут импульсы. А когда он активирован, у него большая интенсивность, часто идут импульсы. Вот, они идут случайно, но они идут вот с постоянной, грубо говоря, интенсивностью и идут прям по павасону. То есть, вот никаких там суперсложных зависимостей, которые могли бы там, которые могла бы встроить мать природы для того, чтобы мы стали умными, там нету. Нет? Придется? Да. И вот, то есть, с одной стороны, смотрите, мозг – это большая-большая композиция, к этому мы перейдем чуть позже, большая-большая коллекция очень простых штучек. А вот эта мысль легла в основу такого, не философского, но такого типа подхода к AI, который назывался коннекционизм, коннекционизм. Типа надо собрать вместе побольше простых штук, дальше они сами разберутся. Вот, это как этот, не знаю, что мне это напоминает, как Картман в Сауф-Парке пытался в какой-то серии сделать бургерную из стволовых клеток, просто разместив их рядом в достаточном количестве. У него получилось. Вот, значит, и, да, и, вот, то есть, короче, первый удивительный факт, что все нейрончики одинаковые. Второй удивительный факт, что они стахастические, к этому факту мы вернемся позже, что они действительно, ну, как бы, они, их импульсы идут случайным образом. Третий удивительный факт состоит в том, что эта частота порождения импульсов, она совсем небольшая. То есть, типа, значит, ну что получается, типа, если нейрон не активирован, то он дает там 10-20 импульсов в секунду, типа 10-20 Гц. А если он активирован, если он возбужден, то он дает там 200-300 Гц максимум. То есть, наш мозг работает на частоте 200 Гц. Это не очень быстрый компьютер, да? Вот. И при этом, вот, значит, почему это удивительно, ну, не то, что удивительно, как бы, что следует из этого факта, но при этом легко посчитать, сколько нам требуется времени для того, чтобы что-то сделать когнитивное. Ну, например, вот там лицо мы распознаем за 200-300 миллисекунд. Вот. Ну, вот если нам там показать фотографию, то уже через 200-300 миллисекунд мы устойчиво можем правильно нажать на кнопочку, кто это на фотографии. Причем это, кстати, такой раунд-трип. То есть, это мы должны распознать, а потом дать команду пальцу, нажать на нужную кнопочку, и палец нажмет. То есть, это даже так, это вдвое больше. Вот. И о чем это нам говорит? Это говорит о том, что мозг работает не так, как компьютер. То есть, мозг не занимается длинными цепочками синхронизированных вычислений. Просто потому, что нет времени на эти длинные цепочки. Для того, чтобы распознать лицо за 200 миллисекунд, имея частоту 200 Гц, у вас, как бы, вы не можете сделать цикл на тысячу итераций. Никак. То есть, в мозге никаких циклов нет. Ну, точнее, есть, но они такие, они для другого. Но, с другой стороны, как я уже говорил, там до хрена нейрончиков. То есть, там очень высоко параллельная архитектура, которая сразу прогоняет все вот это через буквально считанные единицы, десятки вычислений. Но зато эти вычисления делаются параллельно сразу миллиарде нейрончиков. Что-то получается. Вот такая в мозге архитектура. Ну, как бы, на самом деле, сильно точнее-то мы и не знаем. То есть, мы хорошо знаем структуру мозга на уровне, какой участок за что отвечает. Но это тоже так бабушка надвое сказала. То есть, нет, мы это хорошо знаем, но это все получено такими средствами. Ну, ладно, через пару слайдов я до этого дойду. Вот, хорошая картинка. Присмотритесь. Надеюсь, что видно. Что-то все-таки маленькая картинка у проектора. Ну, ладно. А вот это как раз, типа, как проходит распознавание картинки в голове. Смотрите. Здесь подписано время. Сразу скажу, это время нарастающим итогом. То есть, типа, вот 20-40 миллисекунд занимает формирование образа на сетчатке и передача его. Потом, вот, обработка в этом месте занимает еще 20-30 миллисекунд, и всего получается 30-50. Вот тут такой смысл. Значит, вот смотрите, что делает, как, грубо говоря, проходит зрительный сигнал. Он через, значит, оптический нерв идет от сначала сетчатки к так называемому латеральному коленчатому телу. N значит nucleus, L значит lateral, IG – это какое-то очень сложное слово. Вот. Латеральное коленчатое тело, которое делает такую простейшую, самую низкоуровневую предобработку. Потом дальше идет оптический нерв и приходит в зрительную кору, которая каким-то непонятным образом находится в затылочной части головного мозга. Зачем, почему – непонятно. Ну вот, так есть. Там сигнал проходит через несколько уровней, которые… Вот это значит, грубо говоря, что значит уровень. Это значит, что вот нейрончики там, не знаю, нейрончики из LGN активировались, передали сигнал следующим нейрончикам. Те активировались, передали сигнал следующим нейрончикам. Те искусственные сети, которые мы будем строить, они тоже, как правило, будут состоять из уровней. Там будет много параллельных нейронов, которые будут уровень за уровнем, значит, что-то вычислять. Вот. И, значит, если теперь очень грубо посмотреть на то, что здесь происходит, это очень сильное упрощение. Я расскажу подробнее, когда будем говорить про сверточные сети, они прям напрямую мотивированы зрительной корой, там я больше скажу. Вот. А сейчас как бы проходит через несколько уровней, которые типа постепенно обобщают выделяемые признаки. Там на первом уровне простые какие-то формы, там углы, стороны, градиенты, перепады интенсивности. Здравствуйте. Вот. Заходите, заходите, может быть, узнаете что-нибудь. Значит, дальше какие-то промежуточные формы, там треугольники, квадраты, что-то такое выделяется, силуэты, да? Вопрос, почему нет V3? Хороший вопрос. Очень, очень правильный. В3 тоже есть, но от V2 идут, на самом деле, два параллельных pathways, один в V4, другой в V3, а потом куда-то еще. Вот. Здесь один pathway нарисован. А PIT я уже не помню, что такое, EIT я тоже не помню, что такое, но тут написано, что лица вот тут распознаются. На самом деле, это такой тонкий вопрос, где там лица распознаются. Долгое время в нейробиологии была такая гипотеза бабушкиного нейрона, что типа вот где-то есть в мозге нейрон, который отвечает за бабушку. Ну и вот неважно, там, видите вы ее, слышите по телефону, читаете имейл, там что-то как-то, в любом случае, вот этот нейрончик, он активируется, он вам сообщает, что это бабушка. Именно, в вашем смысле, бабушка. От каждой бабушки усвоения? Конечно, ну их 100 миллиардов, их хватит, вы столько бабушек не упомните. Ну сейчас как бы эта гипотеза вроде как не то чтобы опровергнута, но как-то уточнена, то есть типа все-таки не один бабушка нейрон, а несколько, их как-то композиция определяет бабушку. Ладно, об этом мы потом поговорим. А сейчас, вот смотрите, вот здесь типа распозналось лицо через 100 миллисекунд, дальше пошел процесс принятия решений. Вот все такие, значит, сознательные сложные штуки, они в лобных долях мозга происходят. Вот то, о чем мы реально думаем сознательно. Но здесь не то, что мы сознательно думаем, но типа надо принять решение, что вот это было вот это лицо, значит надо нажимать вот эту кнопку. Вот здесь происходит, это происходит в лобных долях мозга, и еще через пару уровней уже доходит до долей мозга, которые уже подают сигнал спинному мозгу, и спинной мозг уже мышцы руки. Вот, и все это вместе занимает примерно 200-250 миллисекунд. Вот, то есть, как бы, смысл, короче, смысл этой картинки в том, что в мозге все запутано и нелогично, но уровней немного, их не может быть много чисто физически. Не может быть длинного последовательного вычисления в мозге. И если вы попытаетесь его провести, то вы быстро поймете, что это очень сложно. Вот, то есть, ну, как это, как, знаете, там, не знаю, ну, как вот шахматисты, например, считают во время партии. Вот, вот, там, начинающие шахматисты, они, соответственно, считают, типа, он так, я так, он так, я так, и это очень тяжело. Профессиональные шахматисты считают как бы такими паттернами уже на несколько ходов вперед. Типа, вот, как-то они это видят сокращенно. То есть, мозг, он очень старается делать поменьше последовательных вычислений, побольше распознавания образов. В этом recognition, вот в этом он хороший. И мы хотим это эмулировать. В этом смысл нейронных сетей. Другая сторона вопроса, которую мы очень хотим тоже эмулировать, это обучение признаков очень хорошее. То есть, мозг умеет очень хорошо обучаться на очень маленьких выборках. Ну, вот, типа, тут же, кстати, на первой паре сегодня этот пример приводил. Типа, если маленькому ребенку сказать, что вот это стол, и там потом дать ему, не знаю, 10 столов он видел в своей жизни, он потом довольно уверенно будет владеть концепцией стола. Это, наверное, не совсем правда, потому что у него есть очень много вспомогательной различной информации. Он видел мебель в своей жизни, трогал. Видел мебель, трогал, да. Но, я бы, понимаете, нет, все-таки вот он не читал книг, в которых про столы написано. То есть, все-таки его опыт пока ограничен. Но, тем не менее, вот, скорее всего, там новый стол, он тоже отнесет к той же категории, просто за счет того, что это стол, на нем едят, там все такое. Значит, и вот каким-то образом, потрясающим, мозг умеет очень-очень хорошо делать вот такие выводы на очень маленьких выборках. Очень маленьких выборках. И это касается не только вот таких житейских вещей, которые до сих пор представляют собой самое главное препятствие для искусственного интеллекта. Вот, ну, как бы сложная задача, которая отделяет нас от андроидов, которые будут приносить нам кофе, это, типа, человек, какой-то мир вокруг, надо в нем ориентироваться, ходить, тут предметы, надо не натыкаться на них. Ну, вот это компьютерное зрение, да, и вот это сложная задача, которая до сих пор до конца не решена. И, значит, вот, а мозг ее решает, и более того, он решает не только вот житейские задачи, к которым его могла бы там приспособить эволюция, ну, и, в принципе, задача достаточно формализованная. Тоже вот он начинает признаки выделять очень удачно. Например, возвращаясь там к играм, например, ну, в шахматы быстро людей обыграли. В ГО помедленнее людей обыграли, но вот в какой-то момент обыграли. А вот, кажется, в покер, если я ничего нового не пропустил, не обыграли до сих пор. А вот, а почему не обыграли до сих пор в покер? Вот именно потому, что, ну, по-моему, в хедзап обыграли, а вот там уже стол на шесть человек уже нет. То есть, почему не обыграли? Потому что человек вот как-то по очень маленькой информации об игре других противников может сделать очень далеко идущие выводы. Как он это делает? Хрен его знает. Но если говорить в терминах наших любимых вероятностных рассуждений, то это значит, что в мозге очень хорошее априорное распределение. Вот эти, как бы, cognitive priors это называется. Вот те априорные распределения, которые есть у нас в голове, они совершенно непонятно откуда берутся, они очень клёвые и совершенно непонятно, как их обучить и эмулировать. То есть, вот это такая сейчас, ну, я не буду говорить, что это задача искусственного интеллекта, потому что, ну, непонятно, как её решить, как-то не подступиться, но это такая вот светлая цель искусственного интеллекта – сделать такие же клёвые априорные распределения, как у нас в голове. Вот. А, ну, это я, наверное, не буду сейчас подробно говорить. В общем, все люди, слушавшие целый год меня, знают, что самое сложное – это выделить хорошие признаки. А потом, когда признаки уже выделены, можно запустить в логистическую регрессию, всё будет в порядке. Вот. И вот мозг очень хорошо умеет выделять признаки. Как-то это надо сделать. И если, например, посмотреть на задачу компьютерного зрения, то станет, ну, это просто пример того, почему это очень сложно. Я не помню, приводил ли я раньше этот пример в курсе. Ну, типа, вот, что может пойти не так с картинкой? Значит, вот можно повернуть картинку, это сверху слева, да, там, ну, повернуть, переобрезать как-то. Можно изменить размер масштаб, как здесь. Можно поменять освещение, как здесь. Можно что-то деформировать, это котик, если что. Можно добавить фон. Это что такое, кстати? Там котик на фоне. Да, там котик на леопардовом фоне, да. Можно частично закрыть объект. Это что? Тоже котик. Тоже котик. Видите, как здорово. Вот. Вы проверяете, как мы работаем. Да, да, да. Это собачек, конечно, что это. Да, это как, ну, знаете, чтобы сделать большой датасет, нужно его размечать. Вот где-то, наверное, в районе трехлетнего возраста человек перестает получать удовольствие от того, чтобы размечать датасеты. Где-то в два с половиной года человек еще так с радостью узнает. Вот это котик, это котик, это котик, это собачка, это собачка, это котик. Вот. А потом как-то удовольствие пропадает. Поэтому размечать датасеты – это дорого и сложно. Вот. Один и тот же класс объектов может быть представлен совершенно по-разному. Вот это все типа кресла. Но кресла бывают разные. Ну, это тоже про освещение, да, там. А тут я уже даже не вижу, что написано, но типа это разные котики. Поверьте, это все разные котики. Наверное, это разные породы котиков. Хотя бог их знает. Мне там тоже, кажется, это пары одного и того же котика, но… Вот первая кошка – это абиссинская кошка. Да, абиссинская кошка, вот подписано, бенгальская кошка. Хорошо, египетская кошка. Собака бомбийская, ее египетская мало, пожалуйста. А собака в какой-то момент? Собаки не разбираются. Да, тут, вот смотрите, тут бульдог. А последний какой-то что-то существует? Тоже собака. Да, а не котик? Собака, собака. Да, это собака. Снизу три собаки. Ну, котиков больше, котики всегда побеждают. Вот. И обратите внимание, значит, к чему это, к чему речь, к чему я это. Вот к тому, что я говорил на первой паре про сложное многообразие пространства размерности 3 миллиона. Вот даже между этими, даже у этих трех картинок, которые показывают прям одну и ту же сцену с одной и той же точки, скорее всего, нет ни одного общего пиксель, скорее всего, все числа изменились. Но для нас не составляет никакого труда понять, что это одна и та же картинка. И как-то надо научить компьютер это делать. И вот как это делать, это такая задача выделения правильных признаков, задача параметризации этого многообразия. И языком. Да. Значит, третья клёвая штука, которая про мозг тоже многое говорит, это исследование так называемой нейропластичности. Пластичности мозга. Тут идея вот в чём. Я говорил, и это общеизвестно, что в мозге есть разные там участки, которые отвечают за одно, другое, третье. То есть типа можно себе представить, что там эволюция, мать природа нас так устроила, что вот, ну хорошо, нейрончики одинаковые, но вот зрительные кори, они, значит, волшебным образом устроены именно в такой композиции, чтобы видеть в слуховой коре, там в такой композиции, чтобы слышать, а, значит, в коре, ну там, не знаю, в зоне брака они устроены таким образом, чтобы распознавать русский язык, а ни в коем случае не английский. Английский, он там, их эволюция по-другому устроила. Вот. А оказывается, что нет. Нифига. То есть оказывается, что другие части мозга вполне могут, ну, мозг может обучаться работать с другими, с другим как бы типом входов, чем тот, для которого он предназначен исходным. Это и называется нейропластичностью. Например, вот этот чувак на верхних фотографиях, он учится видеть языком. То есть что это такое? У него вот камера на лбу, и он, значит, помещает на язык, ну, язык просто потому, что это очень чувствительное место, там много рецепторов, но, в принципе, он помещает туда вот такие, ну, пластинку с электродами, и на эту пластинку передаётся электрическими импульсами просто тупо картинка с камеры, вот прям пиксель-бай-пиксель. Ну, такая чёрно-белая картинка, не очень высокое разрешение, вот прямо передаётся такими покалываниями на язык. Вот. И люди, которые это испытывали, говорят, что действительно сначала это просто какие-то непонятные покалывания на языке, но если пару дней с этой штукой походить, ну, во-первых, очень быстро привыкаешь, предстаёшь замечать эти покалывания, а, во-вторых, в какой-то момент мозг начинает соображать, что это как-то очень похоже на то, что из глаз идёт. И, значит, мозг находит вот эти зависимости, корреляцию между одной картинкой и другой. Это, кстати, обратите внимание, это не может быть та же самая картинка, потому что глаза в другом месте, нельзя камеру в глаза встроить. Вот. Вот. Но похожие картинки чем-то, опять же, скорее всего, ни одного общего пикселя, да, потому что если сдвинуть камеру, то всё изменится. Но, тем не менее, что-то общее есть, вот, и потом действительно можно завязать человеку глаза, он будет видеть, ну, там, читать книжку не получится языком, ну, типа, можно там, на стену не натыкаться, грубо говоря. Вот. А… Да, вот, значит, исходная идея была в том, чтобы обучить так слепых, но эта идея заглохла, потому что, как бы, непонятно, как слепых обучить-то. То есть, для того, чтобы человека обучить, нужно, чтобы он, ну, сопоставил картинку с глаз с картинки с языка. А если картинки с глаз нету, то что делать? Вот. Да, ну, вот так не сработало всё-таки, настолько не сработало. Но здесь, смотрите, про этот эксперимент можно сказать, что, ну, хорошо, мозг заметил корреляцию и начал перенаправлять эти электроды в зрительную кору. Ну, почему нет? Вот. А дальше, там, то, что уже обучено матерью природой, то, значит, приняло на себя это обучение. Ну, есть и другие эксперименты по нейропластичности. Например… А, он такой много сенсор. Магия. Вот. Есть и другие эксперименты по нейропластичности. Например, вот этот мужик, он обучается эхолокации, как летучая мышь. То есть, он носит сонар, там тоже через какие-то электроды куда-то это передаётся, и мозг спокойно обучается эхолокации. А чё? А чё? Вот. Хотя это совершенно новый тип, как бы, сенсорных входов, которого у человека нет. И вот это показывает, на самом деле, что у человека есть какой-то… Вот у нейрончиков, у мозга есть какой-то единый алгоритм обучения, который вот хорошо приспособлен для того, чтобы извлекать эти сложные признаки из сырых данных, чтобы это не значило. И вот этот алгоритм мы бы и хотели научиться воспроизводить. Вот это то, что там есть такая известная, популярная книжка Педро Домингоса «The Master Algorithm», «Верховный алгоритм» по-русски. Вот хорошая книжка, не знаю, насколько она по-русски хорошая, но… Да. А хорошая книжка Педро Домингоса, действительно, крутой товарищ именно в диплёринге, ну и вообще в машин-лёрнинге и как бы рекомендую. Вот это как раз эти эксперименты показывают, что есть какой-то мастер алгоритм, который в нашей голове, который нас обучает. Вот. А это слайд-предупреждение. Два слайда предупреждения о том, что да, наверное, алгоритм есть, но стоит понимать, что на самом деле про этот алгоритм мы нифига не знаем. Очень плохо мы знаем. Мы хорошо знаем, как мозг работает, мы знаем, как нейрончик работает, но мы на самом деле очень плохо знаем, как нейрончик обучается. Вот. И на этот счёт есть разные теории, на этот счёт есть какие-то идеи. Вот, например, в последние годы возникла тема со Spike Timing Dependent Plasticity. Пластичность нейронов, зависящая от времени приходов спайков. То есть, типа, вроде как эксперименты показывают, что вот, ну, как бы, вот у вас есть один нейрончик, есть другой, вот у этого есть аксон, и этот к нему подключается, получает от него сигнал. Потом сам активируется. Вот. Базовое правило обучения, которое, там, Дональд Хебб сформулировал в сороковые годы, состоит в том, что, типа, если этот нейрончик и этот нейрончик активируются вместе, то связь между ними усиливается. А если не вместе, то связь, ну, или ослабевает, или остаётся той же, а в других местах усиливается, поэтому ослабевает. Вот. То есть, как бы, это такой принцип хеббовского обучения, который долгое время считался ключевым для, там, мозга и так далее. Вот. А STDP, да, Spike Timing Dependent Plasticity, он говорит, что, типа, не совсем так. А вот если здесь спайк пришёл чуть раньше, чем этот спайк, то тогда связь усилится. То есть, типа, если этот мог бы быть причиной этого, хотя нейрончик не знает, был ли он причиной, но если мог бы быть, то связь усилится. А если вот этот пришёл чуть позже, чем вот тот, то связь, наоборот, ослабла. Ну, типа, говорят так. Но это, там, десять лет этим исследованиям, может, ещё всё сто раз изменится, ничего не знаю. Вот. Но к чему я это говорю? На самом деле то, что мы хорошо знаем о мозге, оно довольно грубыми методами получено. То есть, как началась нейробиология. Вы знаете, кто такой Финеас Гейдж? Слышали про такого человека? Это очень известный человек. Он был… это было в 19 веке, какие годы, не помню точно. 40-е, может… Может, 60-е. Ну, где-то в среднем 19 века это было. Может, ближе к концу. Извините, не помню. Вот. Ну, в общем, он был где-то в Ирландии бригадиром каких-то шахтёров. Уголь добывал. Вот. И с ним случилась такая неприятность. Они там что-то добывали уголь, добывали-добывали, там что-то взрывали. Вот. И как-то они неудачно что-то взорвали. И Финеасу Гейджу, значит, в голову попал какой-то металлический штырь. Попал, насквозь пробил голову и застрял в ней. Вот. Финеас Гейдж, конечно, тут, значит, расстроился, упал, потерял сознание. Ну, очнулся. Значит, пришёл в себя. Его там типа отпустили домой в этот день. Вот. И, значит, он своими ногами там с помощью сослуживцев пошёл к доктору. По дороге они зашли в паб, как гласит история, значит, выпили по стаканчику для храбрости и пошли к доктору. Доктор, значит, ведущая, видимо, светила ирландской нейробиологии того времени, сказал, батенька, да у у вас штырь в голове. Вот. И сказал, что типа наша ирландская нейробиология, она впереди планеты всей, но она пока не настолько впереди, чтобы мы могли этот штырь удалить. Поэтому вот то, что вы тут ходите и говорите, вам, конечно, очень повезло, как вы понимаете, наверное. И, ну, штырь был горячий вследствие взрыва, он там что-то как-то закупал, ну, это как это, coaterized, да, как это по-русски. Ну, вот сосуды как бы зашил соответствующее. И как бы получилось так, что этот штырь доставать лучше не надо. То есть, пока он там торчит, все в порядке. Он как бы, ну, человек жив. Вот. А если доставать, то черт знает, что получится. Может выживать, может нет. Вот. Поэтому Фини Асгейдж спокойно, значит, пошел домой. Ну, там, пару дней выходных ему дали. Потом он вышел на работу. И он вышел на работу, но оказалось, что он больше не смог работать. Вот, что, значит, самое интересное. Он больше не смог работать, причем не потому, что он там как-то стал клиническим дебилом. Нет. Он ходил, говорил, там, не знаю, в туалет ходил как надо. Все как бы у него было в порядке. Он был таким обычным нормальным человеком. Ну, как бы IQ тогда не мерили, но, в общем, чтобы он поглупел, тоже никто не замечал. Вот. Но у него полностью отказало, ну, не полностью, но в значительной степени отказали, как бы, как это сказать, ну, вот, лимбическая система, да, у него нарушилась. То есть, у него отказали те связи в мозге, которые как бы мешают нам делать, ингибируют наши, как бы, позывы, да, то есть, которые мешают нам делать то, чего нам на самом деле хочется. Вот. Вот. Вот это у него начало отказывать. И это к чему привело? Привело к тому, что он… Раньше он был таким примерным бригадиром. У него были, там, сотрудники. Он, как бы, был на хорошем счету. У него было все хорошо. Потом он начал со всеми ругаться. Он, как бы, начал материться при первой возможности. Он начал пытаться, там, трахнуть любую женщину, которую видел, потому что, ну, хочется, хочется. Вот. И, как бы, работать его не особенно получилось заставить. То есть, его быстро уволили после этого. Ну, как-то с женой они тоже разошлись по этой причине. И, в итоге, значит, Финиас Гейдж, кстати, прожил еще несколько лет после этого случая. Он, в итоге, значит, работал в бродячем цирке человеком со штырем в голове. На это он был способен. Вот. И там, в общем, в бродячем цирке к его особенностям характера относились бы в лес нисходительно. Короче, к чему я это? Это я к тому, что вот случай Финиаса Гейджа был таким первым случаем настоящего нейробиологического исследования, когда люди поняли, что вот в том участке мозга, довольно небольшом, который был нарушен этим штырем… Штырь реально прошел через головной мозг, который был нарушен штырем… Есть какие-то вот эти ингибирующие штуки, там, ну, не знаю, в XIX веке их, наверное, назвали бы моралью. Сейчас мы их называем лимбической системой или еще что-то. Ну, в общем, там есть что-то такое, что мешает нам принимать как руководство к действию все наши базовые желания, которые все равно есть, естественно, никуда они не деваются. И вся история нейробиологии… Лучший друг нейробиолога – это мотоциклист, который ездит без шлема. Потому что вся история нейробиологии – это типа история, вот у человека была вот такая травма. и, значит, у него отказало вот это. Ага, наверное, вот это отвечает за вот то. И вот как бы вот… Да. Потом постепенно нейробиология прогрессировала. Она там от травм типа «у вас штырь в голове» перешла к травмам типа «вот у вас микроинсульт». И, значит, этот микроинсульт отключил вот этот маленький, значит, участок мозга. И, о чудо, вы перестали разговаривать. Все понимаете, а сказать ничего не можете. Это, значит, зона то ли брака, то ли верника. Я их путаю. Вот. А есть… А наоборот. Вот другая, то ли верника, то ли брака, она, когда человек не понимает язык, но говорит. Вот просто говорит. И говорит связанное предложение, оно совершенно бессмысленно. Вот. И, как бы, на самом деле до сих пор, по большому счету, нейробиология вот именно такими вещами и занимается. То есть, у нас есть оборудование, которое позволяет посмотреть на то, как работает один нейрончик, но мы не можем посмотреть на миллиард нейрончиков, да. То есть, мы не можем, как бы, понять… Во всех этих историях они не переучивались? Ну, гейдж – нет. Ну, при инсульте обычно тоже, типа, если что-то пропало, то все пропало. Ну, иногда можно переучиться, да. То есть, типа, там человек частично парализованный может постепенно научить, ну, восстановить… Перевоспитать. Ну, да. Типа, это как раз нейропластичность. Это, типа, человек взял другую часть мозга и составил ее вот… На самом деле, это удивительно, насколько пластичность велика. Да, то есть, есть какие-то заболевания, когда в мозгу начинают то ли опухли расти, то ли что-то водой наполняется, что-то такое. И мозг просто постепенно уменьшается в размере. Там становится меньше нейрончиков физически, они отмирают. Вот. И, как бы, начинаешь что-то замечать вот при такой болезни, когда их остается процентов 30. То есть, ну, типа, там, окружающие люди начинают замечать, что человек действительно как-то теряет свои когнитивные способности. А до этого все окли… Другие нейрончики берут на себя первые. Вот. Да, и про это были две такие интересные статьи. Вот в 2004 году была знаменитая статья Юрия Лазебника в журнале Cell, в итоге она была опубликована, которая называлась «Может ли биолог починить радиоприемник». И идея была такая. Он взял радиоприемник, вот «Океан», как видите. И радиоприемник «Океан» – это такая довольно простая схема. Ну, я сам плохо представляю схему радиоприемника. Она простая, сколько-то транзисторов, они как-то соединены, в общем, все понятно. Вот. И, значит, он попытался изучить схему радиоприемника, ну, как бы, починить сломанный радиоприемник методами нейробиологии. Значит, методы… Что такое методы нейробиологии? Значит, можно взять вот это соединение, разорвать, посмотреть, что будет. Можно взять другое, разорвать, посмотреть, что будет. Ну, и типа… Вот. И у него, короче, не получилось. То есть, он как бы изучил радиоприемник «Океан» методами биологии и пришел к нескольким важным выводам о его структуре, о том, какая часть этой схемы отвечает за что. И некоторые из этих выводов были правильные, а некоторые – нет. И как отличить одни от других, биология умалчивала в случае радиоприемника «Океан». то же самое в 2016 году, была тоже такая статья параллельная ей, может ли нейробиолог понять микропроцессор. Люди взяли, значит, самый простой микропроцессор, там, Atari, не помню уж какие там циферки, для игры в Donkey Kong. Вот такая классическая аркадная игра, процессор из аркадного автомата. И тоже методы миниэробиологии на этот раз, значит, то есть, какие методы, разорвать вот эту связь, отключить вот эту часть, посмотреть, что испортится. Вот. Они попытались что-то там тоже сделать какие-то выводы. Примерно с тем же результатом. Они сделали много интересных выводов, написали, как бы, много статей в Nature по нейробиологии, но, как бы, половина выводов была правильная, половина нет, и какая-что непонятно. То есть, типа, например, они там сделали очень уверенный вывод, что вот эта часть процессора отвечает за, там, вывод на экран или что-то такое. Вот, оказалось, что нет, она на самом деле считает то ли логарифм, то ли экспонент, что-то такое. Просто ни для чего другого в игре Donkey Kong, кроме графики, это было не нужно. Ну, короче, сомнительные были выводы. Вот. Это раз. И второй слайд с предупреждением. Это, ну, может показаться, может быть так заманчиво, в принципе, сказать, ну ладно, хорошо, мы не понимаем, как мозг устроен, давайте просто тупо промоделируем. Ну, 10 в 11, конечно, много. Ну, много, да. Ну, давайте попробуем, ну, чего-нибудь поменьше хотя бы, ну, там, мышку промоделируем. Мышку тоже много, ну, там, чего-нибудь. Вот. И действительно люди пытались так сделать, в том числе хорошие нейробиологи пытались так сделать. И вот самый известный такой проект был Human Brain Project Генри Маркрема, которому выделили… Евросоюз выделил грант в миллиард евро на этот проект. Да, серьезно. И Маркрем, это как бы, ну, он не обманщик, он действительно нейробиолог, он просто искренне заблуждался, он считал, что, да, вот, на нынешнем этапе развития можно построить суперкомпьютер, промоделировать человеческий мозг, и все получится. Вот. Ему выделили на это миллиард евро, он, значит, год поработал там с группой ученых, они, на самом деле, сделали что-то полезное, написали какие-то статьи по нейробиологии, но, конечно, для симуляции человеческого мозга там очень-очень-очень далеко. То есть проект откровенно провалился, там потом что-то все это переструктурировали, в Евросоюзе все очень сложно, если уже дали денег, то их отобрать невозможно. Вот. Но, в общем, провалился этот проект. А вот успешный проект, пример успешного проекта, который сейчас на грани, так сказать, наших возможностей, это проект Open Worm. Вот. Вот. Он посвящен, значит, кольчатому червю, нематоде, C. Элеганс, C тоже как-то расшифровывается, я уж не помню. Это такой, ну, это один из модельных организмов, типа, ну, биологии, как бы, животных много, и выбирают такие, какие-то простые организмы, на которых, которые подробно исследуют. Вот. Вот в генетике это была дрозофила, например. Вот дрозофила – это такой модельный геном, который известен прямо до последней буковки, там все про него ясно. А вообще в биологии современной это вот такой червь C. Элеганс. И люди реально сделали, можете там погуглить, найти этот проект, сайт этого проекта Open Worm, люди реально сделали полную компьютерную модель червя C. Элеганс. Вот в 2017 году они завершили свой проект, кажется, успешно. По крайней мере, нервную систему точно промоделировали все 302 нейроны. Так что, как бы, 302 получается, а 100 миллиардов не получается. Как-то вот постепенно 302 будет переходить в 100 миллиардов, но не сегодня. Не сегодня. Наверное, проблемы должны быть с оплатой счета за электричество. Да ладно. В смысле? Потому что мозг гораздо эпидемичнее, чем… Мозг… Да, это, кстати, это важное наблюдение. Действительно, мозг ужасно энергоэффективен. Мозг кушает энергию, как лампочка, 20-30 ватт. Вот. И… Но… Но, кстати, это довольно много все равно. То есть, это, на самом деле, тоже интересный вопрос. Вы знаете, почему мы с вами такие дебилы? Почему мы не умнее, чем могли бы быть? Ну, казалось бы, надо добавить нейрончиков, станете умнее. Почему не добавила мать природы нейрончиков? Энергозатратный. Ну, значит… Нет, вес… Как раз по весу мозг небольшой. То есть, вес мозга – это, типа, 2%. Да, правильно. Вот. Есть две основные причины. Значит, первая причина – это энергозатратность. Что мозг кушает 20-30% всей энергии тела. При том, что он занимает 2% массы. Если бы наш мозг был еще больше, то мы бы все равно не построили цивилизацию, потому что все, что мы делали бы, это мы бы жрали целый день. Круглые сутки просто, чтобы этот мозг прокормить. Вот. С другой стороны, второй ограничивающий фактор – это, действительно, размер головы, потому что рожать трудно. И, как бы, это тоже ограничивающий фактор оказался для эволюции. Так что вот такие дела. Поэтому мы с вами не умнее, чем мы есть. У искусственных нейронных сетей таких ограничений нет, но есть другие, как вы правильно замечаете. То есть, представить себе суперкомпьютер, в котором 100 миллиардов транзисторов – это уже давно есть. А вот чтобы это как мозг работало, 100 миллиардов нейрончиков искусственных – это пока далеко. Вот. То есть, мозгом мы вдохновляемся, но без особого фанатизма. И не пытаемся сделать это… И, как бы, мы вдохновляемся идеей о том, что мы строим большую сложную композицию из очень простых вещей нейрончиков, но мы не пытаемся полностью промоделировать мозг, потому что мы нифига не понимаем, как это на самом деле работает. Ну, как бы, вообще не понимаем. Я потом по ходу курса еще пару замечаний на это счет вам скажу. Возвращаемся к машинному обучению. Давайте еще вернем контекст из первых двух семестров. Чем мы занимаемся в машинном обучении? В чем вообще задача? Ну, по сути, мы занимаемся какой-то аппроксимацией, оптимизацией очень сложных функций. Вот всю дорогу. Эти сложные функции – это обычно действительно плотности разных распределений вероятностей. Поэтому, да, это все еще машинное обучение. Я утверждаю, что это раздел теории вероятности. Но если вот забыть про их вероятностную природу, то останется аппроксимация и оптимизация, по большому счету. То есть, типа, вот функция из картинок… Ну, я тоже пример сегодня пятый раз повторяю. Функция из картинок, из пространства размерности 3 миллионов – то, на что на них изображено, типа, котик, не котик. Вот. И надо выделить, значит, из всего этого пространства вот то подмножество, уже не факт, что непрерывное, точнее, непрерывное – это, наверное, не факт, что связанное, то подмножество, которое соответствует котикам. И функция сложная, и она дана нам в ощущениях в виде датасета. То есть, у нас есть какие-то точки, про которые сказано – это котик. Это принадлежит этому множеству. А другие точки, про которые сказано – это не котик. И этих точек, конечно, очень мало, чтобы можно было говорить о том, что мы покрыли пространство размером с 3 миллионов. Мы никогда его не покрыли. Что-то надо придумывать. Что мы обычно делаем машинам обучения? Мы строим какой-то класс моделей, обычно параметрический. То есть, мы придумываем семейство распределения вероятностей, в котором есть какие-то неизвестные параметры. Мы делаем предположение о том, что эти точки порождены одним распределением из этого семейства. И дальше мы подбираем параметры так, чтобы модель хорошо описывала данные. Вот это как бы стандартный подход всего машинного обучения, согласитесь. Все, что мы делали, можно в конечном счете описать вот этой фразой. А вы можете не ходить теперь на первую часть курса, вы уже все знаете. Осталось только научиться выделять полный квадрат. И на самом деле, что физически, а какая математическая задача перед нами стоит? Ну вот у нас есть какая-то функция, и эту функцию надо оптимизировать. Например, у нас есть функция ошибки, мы хотим ее сделать поменьше. Или у нас есть апостериорное распределение вероятности плотность, мы хотим найти его максимум, хотим сделать функцию побольше. И вот нейронные сети, как мы увидим в течение этого семестра, это такой вот очень мощный, очень гибкий, очень широкий класс вот таких возможных моделей. Это как бы в нейронных сетях ни о каком не параметрическом выводе речи не идет, это всегда параметрическая модель, в которой есть веса, и веса надо подобрать так, чтобы сеть хорошо описывала данные. Что это значит, мы поговорим, о том, что это значит, мы будем говорить всю дорогу. Вот. И сколько осталось времени? 15 минут. Отлично. Тогда, значит, я поговорил про естественные нейронные сети, теперь давайте скажу пару слов про искусственные нейронные сети. Вот. Искусственные нейронные сети, интересное замечание про их историю состоит в том, что они начались… Искусственные нейронные сети появились раньше, чем искусственный интеллект. Я говорил, что искусственный интеллект, отсчет ведется с теста Тьюринга, там, 50-го года. Но модель искусственных нейронных сетей, вполне, кстати, современная такая, если разобраться, была предложена в знаменитой статье Макколоха-Питца 1943 года. И они смотрели на искусственные нейронные сети со стороны логики. Я тоже сегодня на первой паре напоминал, что тогда люди верили еще в автоматический логический вывод. Вот и здесь тоже. Они ввели какие-то простые модели для отдельных нейрончиков, а потом задались целью, какая выразительная сила у разных композиций этих объектов. Чисто логически, что можно вывести композициями таких вот штуковин. Вот. И насчет, ну это, кстати, это Уолтер Питц. У него очень печальная судьба. Ну, бог с ним. Бог с ним, с Уолтером Питцем. В общем, он спился в итоге. Умер от циррозы печени. Сжег свою диссертацию. Страдал от депрессии. Не, ну у него история такая, он был такой, немножко аутист, как бы, и вот он подружился с Маккаллахом и с Фон Нейманом. У них была такая, как бы, группа товарищей. Вот. И Питц был реально гений. Он, как бы, вот придумал модели нейронных сетей, он там еще что-то много чего придумал. И вот он писал диссертацию. У него должна была быть совершенно какая-то революционная диссертация про какие-то трехмерные сети. Не знаю, никто не знает точно. Вот. И... А потом у них случилась такая история. Значит, они... Короче, вся эта их губкомпания очень не нравилась Женефа Неймана. И... Барбаре, да. Да, во всем виноватая женщина, да. Вот. И я только надеюсь, что... Нет, подождите. Я сейчас путаю. Виннера, а не Фон Нейман. Блин, то ли Виннера, то ли Фон Нейман. Один из двух. Вот. Они в этом контексте не взаимозаменяемы. Вот. И, значит, в какой-то момент жена пожаловалась... Не знаю, все-таки Фон Нейман. Жена пожаловалась Фон Нейману, что, значит, вот эти мальчики якобы где-то там у них там на ранчо изнасиловали дочку Фон Неймана. Якобы. Вот. А реакция была странной. То есть, никто в суд не пошел. И никто не стал разбираться. Фон Нейман просто, типа, пресек любой контакт и больше не отвечал ни на какие запросы от пиццы. И вот. Короче, история очень темная. Но после этого Питц выпал из этого кружка. Это был смысл его жизни. У него действительно развилась депрессия клиническая. Он, как я уже говорил, сжег диссертацию и после этого быстро спился. Вот. Такая грустная история действительно во всем женщина. Да. Так вот. Искусственные нейронные сети. И Тьюринг даже приложил руку к искусственным нейронным сетям. Тоже у него в статье 48-го года была конструкция искусственных нейронных сетей, похожая на современную. Вот. А уже в совсем современном виде такая простейшая нейронная сеть, состоящая из одного искусственного нейрона, была имплементирована, была уже реализована в железе Фрэнком Розенблатном в 58-м году. Это она получила название перцептрон. Вот. Давайте я про перцептрон уже подробно расскажу в следующий раз. А сейчас просто скажу, что это, ну, грубо говоря, это логистическая регрессия для вас, товарищи. Это линейная комбинация входов, которая потом пропускается через нелинейность. И эта нелинейность, она, если это один перцептрон, то это, как правило, логистический сигмоид. Вот. Это, по сути, логистическая регрессия. И, ну, его можно обучить. И вот это, значит, первая хардверная реализация перцептрона Розенблатта, теплая, ламповая. Вот это сам Розенблат, вот он, значит, лампы перебирает. Вот это синапсы между этими, значит, лампами. И в 1958 году этот первый перцептрон, ну, распознавал цифры, это громко сказано. В общем, вот, если ему показывать какие-то там символы, сфотографированные с одной конкретной точки в одном конкретном, значит, белом по черному и написанным одним конкретным шрифтом, то он действительно начинал их отличать друг от друга. Действительно, обучался, распознавал и так далее. Вот, и, наверное, да, вот это, простите, что мелко, значит, это статья в New York Times 1958 года, которая посвящена вот этим испытаниям Фрэнка Розенблатта. Это очень хорошо иллюстрирует то, о чем я сегодня на первой паре говорил про время оптимизма. Смотрите, ну, я сейчас что-то тут найду интересное, переведу. Ну, новое, как сказать, устройство военно-морского флота, это все было поддержано в US Navy, значит, новое устройство военно-морского флота обучается действуя, да, то есть, learns by doing. Психолог, вот Розенблатта считает психологом в этой статье, психолог показал эмбрион компьютера, который может читать и становиться мудрее, пишет нам журналист. А теперь дальше, смотрите, 7 июля в Вашингтоне военно-морской флот, ну, военно-морской флот показал эмбрион электронного компьютера, который в будущем, как ожидает, значит, этот флот, сможет ходить, говорить, видеть, писать, воспроизводить сам себя и, вот самое последнее, осознавать свое собственное существование. Be conscious of its existence. Эмбрион – это, значит, компьютер с кодом названием 704, который стоил 2 миллиона долларов, научил, значит, в ходе демонстрации научился различать правое и левое после 50 обучающих попыток. Ну, то есть, это значит, что ему показывали фотографии, и на половине, на части фотографии справа было светлое пятно, на части фотографии слева. Нужно было ответить, а где оно. И вот он научился. Значит, через 50 попыток. И дальше, значит, the service, это опять Navy, сказал, что на этом принципе будет построена первая мыслящая машина под названием перцептрон, которая сможет научиться читать и писать. И ее планируется закончить еще где-то через год за дополнительную цену в 100 тысяч долларов. Ну, как я вам и говорил, да, вот, все главное, все самое сложное сделано. Мы научились отличать пятно слева от пятно справа на фотографии за 2 миллиона. Осталось еще 100 тысяч, чтобы научиться читать и писать. И дальше уже, как бы, sky is the limit. А самое смешное, вот в этой, ну, как бы, ладно, ну, журналисты перебрали, что там. Но самое интересное, что это не журналисты перебрали. Дальше фактически прямая речь Розенблатта. Значит, доктор Фрэнк Розенблатт, создатель перцептрона, проводил демонстрацию. Он сказал, что машина, что эта машина станет первым устройством, которое может, сможет мыслить, как человеческий мозг. И так же, как и люди, перцептроны будут сначала делать ошибки, но потом будут становиться мудрее по мере набора опыта. Ну, я вам просто говорю, что такое машинное обучение, пока все нормально. Доктор Розенблатт, психолог-исследователь в, как это сказать, аэрокосмической лаборатории Корнелла, сказал, что перцептроны можно будет направлять к другим планетам, чтобы они там, значит, работали, как искусственные исследователи космоса. То есть перцепрон слишком пафосно звучит, чтобы не передать такого космоса? Да, да, да. В пресс-релизе сказано, что перцептрон будет первым неживым механизмом, способным получать, распознавать, идентифицировать свои окружающие, ну, сравнивать, как сказать, то, что его окружает, без какого бы то ни было человеческого обучения или контроля, там, тра-ля-ля-ля. Вот, позже перцептроны смогут распознавать людей, называть их имена, мгновенно переводить речь с одного языка на другой, или письменную речь, или устную, неважно, какая в самом деле разница. Вот мистер Розенблат сказал, что, в принципе, будет возможно построить мозги, которые смогут воспроизводить самих себя на конвейере, и которые смогут осознавать свое собственное существование. Розенблат сказал. Вот, то есть на самом деле… А, ну вот, тут прямо написано, что это… В сегодняшней демонстрации машины 704 загружали две карточки. На одной были квадратики слева, а на другой были квадратики справа. И вот она, значит, обучалась отличать право от лево. Вот. А вот такие дела. То есть, получается, что… Ну, конечно, этот один перцептрон не мог такое сделать, ничего. И давайте я в следующий раз уже скажу, почему и к чему люди пришли в итоге. Вот. Но, как видите, было с какой высоты упасть. То есть, было каким надеждам разбиться, скажем так. И в 50-е годы, и тем более 80-е. Ну, будем надеяться, что сейчас мы стали умнее и не будем обещать невыполнимого. Крайней мере, я стараюсь. Надеюсь, что… Не обещаю, но надеюсь, что через неделю мы встретимся снова. Продолжение следует...